Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, с вами играем просто богоподобную игрушку под названием VR Legend. Это, ребята, игрушка, где мы с вами должны будем создать свой легион, свою гигантскую армию, которая будет захватывать, понятное дело, весь мир. И самая главная фишка в том, что мы с вами можем создавать просто сколько угодно солдат. Здесь нет лимита, мы можем заспамить всю вот эту карту, как, например, вот здесь происходят вот такие вот эпичные баталии. И, конечно же, со всеми мы пойдём сражаться, но для начала нужно будет заработать побольше нам бабла и создать более большую армию. Для этого у нас есть наш король, вот этот товарищ, и он может создавать различные здания. Если, ну, точнее, он создаёт небольшой обзор, в этом обзоре можно будет уже что-то строить, потом можно будет заменить, в этом случае, различных солдат в нас поставить. Ну и сейчас какие-нибудь первые построечки зафигачим, например, вот я побольше бараков сделаю, чтобы мы с вами нашу мощь гораздо быстрее смогли развивать. И вот теперь каждый из этих зданий будет производить нам одного нового солдата. И то есть я вот теперь могу вот так вот всех выделить, например, сюда отправить, и этот наш отрядик постоянно будет производиться, строится только больше и сильнее. И нам нужно будет захватить ресурсы, например, вот этих вот ребят вынести, потом каких-нибудь этих ребят вынести, и производить ещё больше золота для того, чтобы делать ещё более мощные армии, что для меня самое главное, понятное дело. Так вот, давайте вот этот отряд из 553 воинов возьмём, и нападём на вот этих вот товарищей. И, ребята, если игрушка вам понравится, захочется продолжения, то поддержите лайками, обязательно поиграем в неё ещё, здесь есть несколько уровней, которые можно будет с вами пройти. Поэтому обязательно лайком поддержи. Ну и подписочка меня тоже поддержи, чтобы я тебя поддерживал новыми видосиками. Вот такая вот у нас тема. Так, ну и сейчас вот этих вот ребят завален. И фишка в том, кстати, короля, что если король погибает, то погибает вся армия. Поэтому самое главное, конечно же, защищать короля. То есть, например, если мы нападём на других ребят, нужно вот здесь вынести вот этого где-то главного, да, вот этого вот мага с шаром. Здесь нужно вынести вот этого вот некроманта местного, и где-то вроде кто-то ещё должен был спрятаться. Ну да ладно, разберёмся с ними, короче. Так, ну чё, у нас первая баталия пошла. Выносим просто всех. И забираем себе, конечно же, источники ресурсов. Потому что теперь я могу вот так вот построечки строить. Правда, сейчас на неё нападут, конечно. И с каждой постройкой новую, которую я сделаю, она будет стоить дороже. А нифига себе, вот это, кстати, я первый раз узнал, что если уничтожат вместе золотодобывающую, то и полностью исчезает место, где можно добыть золото. Вот это любопытно, раньше такого не знал. И тем временем, смотрите, сколько у нас уже солдат ещё произвелось. И всю вот эту армию мы отправляем прямо в бой. Единственное, ребят, хочу вам сказать, что если вы в эту игрушку захотите поиграть потом, ни в коем случае не покупайте её в Стиме. Потому что в Стиме игру сломали. И если вы хотите в неё поиграть, то ищите где-нибудь там старую версию, где возможно это найти. Потому что новая версия игры просто не запускается. Уже хрен знает сколько лет. Поэтому заранее вас предупреждаю, чтобы вы не потратили деньги на эту туфту, которая выходит в Стиме. А сама игра, конечно же, шикарная. Жалко, её не доразвили. Так, ну что, у нас здесь отряд ещё один готов. Но здесь, правда, особо ещё ничего не придумать. Нужно будет, наверное, захватить просто побольше точек, где мы с вами сможем зарабатывать деньги. Поэтому отправляем пока что нашу Орду дальше. Пускай они всех выносят. И здесь нужно золото добывающее ещё сделать. У нас отигрывающая магия. Есть случаи чего я, по идее, могу вот так вот взять и бахнуть просто одним мощным огненным зарядом. За это будет тратиться энергия джейдов. Поэтому нужно делать это, по сути, экономно. Можно ещё терракотовую армию создать. Можно призвать некроманта. Можно просто воскресить всех павших юнитов. Что очень хорошо может сработать вот здесь, где идёт вечная война. Здесь я могу просто взять вот так вот воскресить просто титаническое количество солдат. Но, понятное дело, что вряд ли у меня получится сделать всё так просто. Кстати говоря, на основных героев, получается, королей магия не действует. То есть, если я попытаюсь взорвать короля, то это не прокатит. Такая вот система. И спасибо, что она есть, потому что иначе можно было бы просто зайти так и покарать за секунду. Кстати, если вам будет интересно, то эту игрушку можно ещё провернуть в мультиплеере. Если кому будет любопытно, будет много лайков, то я могу сразиться потом против другой бесконечной армии другого игрока. Вот это будет забавно, наверное. Ну, если вам захочется продолжение. И, ребята, поэтому, говорю, лайками поддержите. Будет очень важно, чтобы вы поддержали лайками. Да, вот что я хотел сказать. Так, давайте сейчас я захвачу здесь золотые источники золота. Золотые источники золота, конечно. Да, какие ещё бывают? Я сегодня что-то плыву. Ну, да ладно, ничего страшного. Кстати, смотрят, что сегодня роликов меньше выходит. Но это просто я не успел сегодня записать для вас три видосика. Ну, в скором времени исправлюсь, конечно же. Так, не переживайте. Так, вот так вот. Давайте создаём сюда ещё. И также надо бы побольше джейдов захватить. Но сейчас самое главное золото, потому что чем больше золотых, понятное дело, у нас источников вот этих мы с вами, присков возьмём, то тем больше мы армию сможем сделать в дальнейшем. Мне сейчас нужна довольно большая армия, чтобы вот этих вот, ребят, вытеснить, просто вынести. И вот этого вот товарища, у которого просто, смотрите, как много солдат. У меня только 3 500, а у него тут хрен знает сколько. Просто сами посчитайте, сколько у него тут солдат. Если кому делать нечего, конечно, можешь комментариях написать какое-то количество, но это просто капец. Кстати, кодовое слово сегодня будет Легион, поэтому пиши Легион, получишь от меня лайк. Так, и тем временем давайте начнём куда-нибудь двигать нашу армию, например, да, действительно в сторону нашего главного противника, поэтому давайте туда куда-нибудь армию отправим. Единственное, король, ты здесь остаёшься, я не хочу потерять короля. Так, и здесь нужно захватить золото. По-моему, одна у нас осталась, вот эта вот, и остальные это всё... А, нет, вот ещё одна есть у нас. И как раз денег мне уже хватает, деньги довольно быстро уже стали вырабатываться. Дальше только магия остаётся. И, кстати, чтобы продемонстрировать его магию, вот она как работает. Берём так, бам! И всё, целую толпу, считай, взорвали одним скиллом. Если у нас будет много магии, то можно, по сути, даже не сражаться, а просто всех повзрывать вот таким вот образом. И все просто исчезнут. Да, такое тоже возможно. Итак, тем временем, пока у нас армия двигается, нужно накопить ещё один джан. Кстати говоря, здесь осталось ещё место незахваченное. Вот здесь вот. Чё-то как-то мы его проморгали. Надо бы его забрать. Давайте заберём. Мне нужны ещё больше денег. Так, и вот они. Ещё одна точка захвачена. Кстати, здесь оставлю пару солдат всё же, чтобы дозахватить потом источники магии. Это очень будет полезно для нас всё же иметь больше магии. Ещё вот здесь не достроили. Давайте здесь достроим. Жалко, один источник я потерял, к сожалению, когда расфигачили там у нас это здание. Я не знал, что тогда пропадает аж вся шахта. А ну вот, как оказывается. Так, оп, построили ещё одну. И тем временем вся наша армия движется, да? Ну, тут я чё-то не уверен, что мы сможем выстоять. Но я, если чё, смогу прямо на этом же месте возвести целую кучу бараков. И тогда пойдёт веселуха по полной программе, как мне кажется. Ну, или призову армию мёртвых, или призову некроманта. Правда, некроманта на самом деле нужно аккуратно призывать, потому что он может отъехать просто банально. И нам весело от этого явно не станет. И, кстати, ещё подумал, что если вам любопытно, сколько может солдат вообще на карте поместиться, то я такое тоже могу, по идее, провернуть. Начну строить бараки так, чтобы просто вообще всё про станцию заспамить. И мы с вами узнаем, сколько вообще может поместиться на одном уровне. Хотя это не самый, вроде, большой уровень. Есть ещё больше. И там должно быть ещё любопытнее. Так-с. Ну, тем временем наши солдаты уже подходят поближе к нашему врагу. И сейчас можно будет начать уже возводить новые постройки. Хотя, в принципе, если они уже идут, я могу уже создавать. И главное, слишком близко их друг к другу не ставить, на самом деле. Потому что если они очень близко стоят, то они начинают друг другу мешать. А мне это не очень-то и нужно, как вы понимаете. Так, вот здесь бараки, вот здесь бараки. Ещё вот здесь можно вот так вот будем. В принципе, на таком расстоянии это ещё нормальная тема. Поэтому мы будем так размещать. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот здесь. Ну, и пока деньги, конечно, не кончатся. Они сейчас будут очень дорогие, бараки. Вот уже всё не хватает. Тысяча сто сейчас ещё будет. Вот так вот всё. Отстроили вот такое вот количество и отправляем всех в бой. Так, офигеть, конечно, как много солдат. И сейчас будет просто бесконечная битва у нас, походу. Ну, очень долго будут сражаться. Так, единственное, короля, наверное, опять отправил. А не, нормально, короля не задел. Так, и начинается битва! Бам-бам-бам-бам. Всё, там друг друга нарезают, да. Ну, пускай сражаются. У меня-то какие-то... У меня, скорее, некромант. Прям создаю армию мёртвых. А у этих какие-то просто воины местные, что ли. У них мечи какие-то прикольные. У меня маленькие кинжалики, а у них такие здоровые мечи. Выглядят они гораздо опаснее, чем мои товарищи. Кроме черепов. Черепа внушают, конечно, да. И как будто броня у нас, на самом деле, круче. Ну, что поделать, такая вот тема. Так, ну что, новые солдаты у нас производятся. Прекрасно, я этому более чем рад. И сейчас начнётся потихонечку у нас война за территорию. Так, и можно ещё построить несколько бараков, пока мы этим делом тут заняты. Пока сражаемся, да. Можно ещё нарастить войско. Нет, коль деньги прибавляются, нужно же их куда-то реализовывать. Тем более, что я хочу самую большую армию, которая вынесет вообще всех на карте. Так, и вот сюда ещё давайте. Так, а, всё, не хватает денег. Сколько стоит следует? 1400. Ну, вот теперь уже хватает. Так, вот ещё у нас несколько бараков. И давайте тоже туда отправляем сразу со всех сторон. Ну, там будет безумная, конечно, битва у нас. Всех-всех-всех и вся. Поэтому немножечко процесс давайте ускорим. Я буду вот так вот делать. И мы будем создавать дополнительную армию в виде погибших уже у нас. Будем создавать скелетов себе, которые будут тоже помогать в этом всём бою. Как-никак, тогда будет немножечко всё пошустрее, что мне нравится. Так, ещё нужно бы золото где-нибудь отжать. Вот здесь неплохо было бы создать какую-нибудь армию. И давайте попробуем сделать это немножечко более быстро. Потому что я хочу больше золота. Поэтому мы вот так вот сделаем. И я немножко ряды наших противников подсокращу. И создаём также из всех этих погибших армию мёртвых. Надеюсь, наши мертвецы справятся и сделают всё в лучшем виде. Чтоб я захватил себе ещё и дополнительные источники золота. Так, если что, можно ещё терракотовую армию создать. Она довольно сильная. Но как бы не хочется на неё тратить очень много энергии. Так, и там справились. Тут справились вроде как. Давайте, да зачищайте остатки. Мне нужно, чтобы никто на меня не напал. В один прекрасный момент. Так, всё, золото можно строить абсолютно. Сейчас все шахты я захвачу. И будет ещё больше бабла у нас прибавляться. Так, и вот здесь ещё одно. Давай, ну где там денежка-то? Сколько? 3200 стоит, офиге. Чё так дорого-то? Так, ну ладно. 3200, давай-ка мне 3200 в карман. Вот так вот готово. Так, все золотые шахты здесь. А нет, вот ещё две остались. Вот эту вот надо захватить. И вот эту вот надо захватить. Там ещё даже враги остались какие-то. Ну а им пофигу, в принципе, они как-то это... А, ну ладно, подумаешь, там захватывают у нас базу. Как бы не особо-то и хотелось её защищать такие, да? Так, ну и давай. Всё, построили. И последняя ещё вот здесь. Она будет стоить 3600. И как у нас там на фронте-то нашем? Так, ну нормально. Мы уже подсократили ряды противника, как видите. До этого гораздо больше было. Но битва здесь прямо ужесточённая. Ух, как некроманта здесь хочется дать. Давайте некроманта создадим. Он сейчас будет создавать армию мёртвых, конечно же. И этим можно будет пользоваться. Так, вот так вот. Давай, отправляйся туда. Главное, сам некромант, чтобы не отъехал. Потому что если некроманта потеряем, ничего хорошего в этом не будет. Если у нас пропадёт наш некромантик. Он как бы очень ценный и довольно дорогой юнит. Только вот пехота у нас разбегается куда-то не в те стороны. Давайте в бой идите. У меня самое главное, чтобы вы сражались, конечно. И не мешали моему некроманту создавать мне ещё больше солдат. Так, давай, топай куда-нибудь. Там вот до сюда дойди. Так, а вот эти ребята, это чё так странно сражаются? Вы давайте вот так в обход, что ли, идите. Если так просто сражаться не можете. Так, вы это куда? Дезертиры, ё-моё. Скелеты просто берут и убегают. Вы идите драться. Мне нужно, чтобы больше воинов участвовало в этом бою. И чтобы побыстрее всех вынести. Но я, конечно, потом магию активирую. И просто повзрываю всех к чертям. Когда накопится у меня достаточное количество энергии. Чтобы мне не так жалко было. Либо терракотовую армию создам. И просто эту терракотовую армию всех заспамлю. Так, здесь готово. Ещё вот золото, да, забыл забрать. И последний вот там источник магии остался. Так, 3500. Давай, 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 давай. 3500. Всё готово, отлично. И остаётся здесь ещё внизу захватить. Но сейчас, благо, энергия быстро будет вырабатываться. Поэтому я могу уже какие-нибудь такие скиллы применять. И вынести первого короля, как вариант. Так, а здесь почему-то у нас с Аллатой вообще не хотят драться. Как-то очень странно они воюют. Но там, в основном, видимо, приказ был идти вот сюда куда-то у меня. Поэтому они сюда и прутся в середину. Итак, чё, время фаер-шоу. Бам, 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 бам. А всё, кончилась энергия. Ну, нормально. Всё равно несколько дырок я создал. Как будто здесь тесто вырезается какое-то, да. Так, и я ещё могу, конечно, ещё кучу бараков настроить. Но я думаю, что это где-нибудь в другом месте надо будет провернуть. А вот здесь, кстати говоря, тут уже прям почти что лидируют вот эти вот товарищи. Почти что их вытеснили. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас вот такая вот, да, тема. Ммм, понятно. Такс. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу ещё пофаерболить их, наверное. Это самый быстрый способ будет пройти внутрь. Поэтому давайте мы ещё несколько фаерболов закинем. Кстати, куда мой некромант делся вообще? Я потерял некроманта на самом деле. Ну, ладно. Куда там вообще вся эта армия пошла? Хрен его пойми. Некроманты где? Меня некроманта, наверное, убили. Либо я хрен его сейчас найду во всей этой куче. Если кто нашёл некроманта, напишите в комментариях, где он стоит. Потом его найду. Может быть, куда-нибудь мы сами его используем. У меня такое ощущение, что, конечно, его загасили на самом деле. Так, чё у нас ещё? Джейда хватает? Джейда хватает. Ей нужно ещё захватить источников тогда магии. Так, где у нас там ещё? Вот здесь можно, вот здесь можно, вот здесь можно. И всё, деньги сейчас закончатся, наверное. Ну, ещё один источник можно будет захватить. Поэтому давайте сюда. И вот здесь ещё создадим. Давай, 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 давай. О! Такс. И всё готово вроде. Так, ну давайте вот сюда ещё последний доведём. Шесть тысяч золота нам нужно будет. И здесь уже всё. Практически дошли до нужного места мне. Так, и там армия, капец, как скопление создала. И как теперь ей разойтись-то? Это прям вообще неудобно, капец. Ну ладно, надеюсь, разберутся. Жалко, они сквозь друг друга проходить не умеют. Если бы они умели проходить сквозь друг друга, это бы совсем другую... А вот и некроман-то наш он. Вот он где, красавчик-то, ё-моё. Я-то думал, что он подох уже где-то во всей этой движухе. А он тут стоит, вот там развлекается. Я потом подниму всех мертвецов и используем их в своих целях, конечно же. Хотя я на самом деле могу уже вот так сделать. Прикиньте, сколько сейчас мертвецов появится. Это просто капец. Бам! Просто мега-армия! Так, давайте туда. Только некроман-то у меня... А, вот здесь он стоит. Хорошо, давайте уйди подальше от всей этой движухи. Я не хочу, что ты там погиб. Так, и взрываем всех остальных ещё по чуть-чуть. Так, вот так, вот так. Вот всю эту армию я вашу уничтожу. Ну и всё. Смотрите, какой у нас мега-отряд просто. 16 тысяч воинов у меня. Думаю, что королю этой местной армии уже явно не жить. Тут просто капец, как много солдат. Я даже боюсь представить себе, каким боком он может там вообще выстоять. Если он как-то выстоит. Так, вот это взорвём, вот это взорвём. Чтоб никто нам уже не мешал. Мы просто могли спокойно зайти и сломать всем их прекрасные личики. Так, и здесь ещё. Давайте захватим Джейд. И ещё можно где-то Джейд захватить. Вот здесь мимоходом ходит скелет. Ну, вы хотя бы как разведчики здесь работаете. Хорошо. Давайте ещё вот здесь создадим тогда источник. Вот, всё, готов. Так, что ещё где не захваченное есть? Плеер 3 был побеждён. А что, серьёзно, вы уже развалили его? А, нет, стоп, подождите. А кто такой Плеер 3? А, видимо, вот этих ребят зафигачили. Всё понял, да. Здесь пробилась армия вот этих товарищей до конца. И они завалили вот этого товарища, который здесь проживал. Ясно. Короче, они уже забрались с одним игроком. А я почти что-то с этим разобрался. И самый жёсткий это вот этот будет. До него надо будет как-то добраться через вот эту вот просто титаническую армию. Постоянные вот эти замесы. Так, я там хотел что-то Джейд захватить где-то. А где он остался? Так, подсветите, пожалуйста. Ага, всё, вижу. Захватываем. И ещё где что-нибудь любопытное есть? Так, наши разведчики, конечно, разошлись. Но, к сожалению, не проходят там, где мне надо. О, всё, они уже почти что дошли до него. Давайте, дожимайте его. Осталось всем немного. Жалко, я магию никую применить не могу. Так бы я бахнул. И, конечно же, было бы намного всё быстрее. Но так нельзя. Итак, значит, дальше. Смотрите, мы сейчас накопим кучу энергии. Захватим сейчас... О, всё, короля валит. Короля валит. Короля валит. Всё, минус король. Да-да-да, давай, езжай уже. Мы тебя завалим. Её молоточками фигачат. Что самое забавное. Офигенное оружие, конечно же. Фигаси король прочный. Если так посмотреть, его вчетвером фигачат. И всё, полностью он уничтожен. Теперь для нас он не проблема. Захватываем источники маны, источники золота. Генерируем больше бабла. Так, ну, кстати говоря, да. Сначала больше бабла генерируем. Притём уже источники магии. Потому что... Источники стоят гораздо дороже. Так, 4 косаря. Нужно, блин, долго деньги копятся. Нужно отправить тогда нашу армию хоть куда-то. Так, и погнали туда вверх месить. Заодно там что-нибудь сделаем. Всё равно просто стоять на месте. Это глупо. Нужно что-то делать. Постоянно куда-то двигаться. Так. Я хочу сделать себе самую большую армию. Так, давайте вот сюда создадим ещё солдат. Вот сюда создадим. Нет, сюда не создадим солдат. Так, куда бы ещё кого из вас пристроить? Здесь тоже ничего нельзя сделать. Денег, точнее, не хватает. Так. Ну что, давайте терракотовую армию куда-нибудь нафигачим. А, самое... А, стоп. Мы и ту армию, и ту армию разъяснили. Здесь всё уже с этим и закончилось. Осталось только вот с этим товарищем разобраться. Ну что? Я думаю, что настало время призвать целую кучу мёртвых. Наверное. А, ну ладно. Столько мёртвых нельзя было создать, сколько я подумал. Зато терракотовую армию создаём с вами. И давайте некроманта куда-нибудь здесь я спрячу. Вот, чтобы он тут тоже кого-нибудь навоскрешал. Мне... Создал пользу я такую. Так, терракотовая армия довольно мощная. Поэтому они, в принципе, в одного могут ходить и фигачить всех. Но здесь постоянный приток юнитов. Поэтому есть такая сложность. Но мы на короля сейчас пойдём и постараемся его зафигачить. Ну, по сути, его особо не охраняют. Он как бы стоит здесь среди вот этой всей большой армии. Но мы избавились от вот этих ребят. Поэтому здесь уже не так всё будет сложно. Если мы избавимся от этого короля, то уже считайте, что всех основных мы завалили. Так, терракотовую армию, к сожалению, пока создать не могу там, где я хочу. А вот здесь можно. Да, вот это вот. Вот ещё одна терракотовая армия. Давайте. Рашки, идите на него. Сейчас у него, правда, ещё драться уже. А всё, ну, тут уже битва и королей. И обычных юнитов происходит. Ну да, вот такой вот у нас жаркий замес. Так, ну чё, давайте, добивайте уже его. Я хочу захватить. И всё, мы с вами полностью весь мир зачистили. Отлично. И вот сколько у нас ресурсов. Ага. Так, 27 косарей у меня юнитов. 20 присков. Ну, я бы ещё больше мог создать. Это так, ещё помелочи, на самом деле. Можно было сделать ещё жёстче. Если вам от ребят захочется, то поддержите лайками. Обязательно организую ещё более большую армию. Всё это можно будет сделать. Ну, а с вами был Кристалл. Не скучайте, не болейте. Заходите в мой дискорд сервер, ссылочка в описании. Или правый верхний клуб, подсказочка. Там разные конкурсы, ивенты. И всякая движуха происходит. И можете со мной поболтать в случае чего. Ну и всё. Всем удачи, всем пока. Скоро увидимся.